Деван, привет. Привет, Сергей. Привет, дружище. Почему мы здесь собрались-то сегодня? Сегодня мы хотим полечить нашего друга. Это Volkswagen Touareg 2011 года выпуска с двигателем KC-D 204 лошадиных сил. У него вышел из строя насос-гидроусилитель руля. Ну, кратко, выехал в начале мая на раскисшее поле. Выехал в начале мая на раскисшее поле. Понял, что проехать не смогу. И пришлось развернуться с полностью вывернутым рулем и с нажатой педалью газа. После чего почувствовал, что на холостых оборотах руль стал очень тяжелым. Доливка жидкости успеха не принесла. Поэтому подозреваем неисправность насоса-гидроусилителя руля. При этом пробег машины 385 километров, тысяч километров. Пора менять. Есть несколько вариантов. Рыл форумы, смотрел. Вместо оригинального насоса предлагается установить либо насос от Chevrolet Niva, тоже ZF. Но для данного автомобиля он не подойдет. И у него давление порядка 120 бар. Насос выдает 128 бар. Предлагается также менять на насос-гидроусилителя руля от Gazelle Next с двигателем Cummins. Там тоже стоит насос ZF, но у него другой выход под напорную магистраль. А в этом случае пришлось бы менять трубку напорной магистрали. Вот это вот здесь соединение под фланец, а у предыдущего Туарега эта магистраль была соединением под болт. С учетом того, что такую напорную магистраль можно взять на разборе от предыдущего Туарега, плюс насос, желательно оригинальный от Gazelle, все в сумме получается не так дешево, как оригинальный насос. Ну и учитывая то, что при замене этой магистрали пришлось бы совершать танцы с бузнами при соединении этой магистрали непосредственно к рейке рулевого механизма, все-таки я принял решение, что лучше заказать оригинальный насос. Я заказал его на exis.ru. Насос пришел. Ну все, будем делать. Коротко расскажу, что нам предстоит сделать. Мы снимем патронок, подачу воздуха, попробуем обойтись без снятия узла дроссельной заслонки, ослабим ремень, ослабив натяжной ролик, скинем ремень, снимем штифт насоса гидроусилителя руля, далее открутим напорную магистраль, открутив вот эти два болта с фланца, убрав хомут, снимем с насоса магистраль, входящую в насос, сольем жидкость из бачка, и дальше можно будет поменять насос, открутив три болта. Поменяем насос, снова обратно прикрутим напорную магистраль, дальше качаем жидкость, заменив ее на новую. Ну и все про все, я думаю, что у нас идет в три часа. Вот так. Поехали. Поехали. Сейчас мы ослабим ремень, ну и соответственно будем откручивать вот эти вот болтики. Болтики у нас идут с внутренней звездочкой, 12-лучевой, то есть это не торс, а звездочка М10, специальный ключик, который необходимо иметь у себя в арсенале. Ослабляем вот этот болт, который у нас удерживает механизм натяжителя ремня. И здесь вот у нас есть тоже отверстие под звездочку торк, и вставив, мы просто отожмем. Инженер по охране труда говорил, вот так делать нельзя. Нарастил один гаечный ключ другим гаечным ключом. В процессе еще и дефектовали ролик натяжной, что его в следующий раз можно будет применять. Ну что, подшипник уже шумит. Да, крышечка просто. Обычная резьба, да? Да, обычная резьба правая. Итак, вскрыли подшипничек и обнаружили вот такую картину. Ух ты. Сергей, что скажешь? Смазки так-то вообще нет. Да, смажем, но надо будет как можно быстрее поменять. У нас сейчас родной насос стоит ZF, Sandrad Fabric. Можно обратить внимание, что кронштейн крепления насоса имеет маркировку в Audi. Что говорит о том, что запчасти взаимозаменяемые, поэтому можно найти в интернете. В принципе, он здесь тоже. Да, можно найти в интернете видосы о замене насосов на Audi Q7. Они примерно аналогичны. Вот хомут мы отжали, сдвинули уже с патрубка. Сейчас будем снимать шланг, но мы понимаем, что там потечет жидкость, которая находится в бачке. Поэтому надо подставить какую-то емкость. Сейчас мы ее заготовим. Нужно заглянуть туда. А еще раз ее добавить в начале, что еще потребуется какое-то количество ветоши. Много помимо. Так, что, снимаем болты и окончательно? Снимаем болты совсем не по кругу, и снять его, отведя в сторону. А ты с той стороны тоже уже был? Да, с той стороны уже снять. Да, с той стороны уже откручиваем. Угу. Приложив какое-то усилие. Вот насосик старый, вот насосик новый. Угу. Тоже смотри. Угу. Ковер-код только изменился, да? Ну да, появился. Был штрих-код, стал квар-код. В 2011 году еще не было такого распространения квар-кодов. Угу. Угу. Три болта. Раз бут. Два бут. И вот здесь вот третий бут. И все, отвели мы по трубку. Трубку наторной магистрали. А у него внутри изнашиваются привалочные плоскости. Угу. Их съедает. И появляется дополнительный зазор. Да, крыльчаткой. Угу. Он просто уже не создает давление. У него производительности не хватает, чтобы создать давление. Угу. Наживили насос. Ставим обратно напорную кухню. Прокладку не меняли, да? Прокладку не меняли, сэкономили существующего. Загрева. Ой. Загрева. Ставим быстрее попасть. Вводе попали. Легко. Затянули, затянули. Затянули, затянули. Затянули, затянули. Затянули, затянули. Затянули. Стрянули. Трубку на место поставили. Раз ноль бетафибирая. Можно его поставить вот так и болты не попадут в зон. Двигаться он будет вместе со шкивом не очень удобно. Поэтому мы треугольник выставляем на уровне болта и, соответственно, вот этим ориентируемся по верхнему болту. Ну вот так. Все понятно. Кстати, еще одно замечание. Вот здесь на бачке написано о том, что использовать только минеральную жидкость для гидролического усилителя руля и приводится ее маркировка G002. Сейчас Volkswagen уже не выпускает минеральную жидкость с маркировкой G002, а выпускается жидкость G004. Представляет собой синтетическую жидкость. Поэтому не обращаем внимания на эту надпись, используем жидкость синтетическую. В частности, вот, все марки, входящие в группу. Набили смазку. Мой был Грис. Лучше, чем новый. Да, как минимум хруста не стало. Ну и люфт. Люфт и есть. Есть, да. Ну, походит еще. Дим, там у нас более-менее на месте. По ручьям будем рассмотреть, с твоей стороны, чтобы он в ручьи сел. Сейчас надо будет помолчиться. Нужно, если тебе оттягивать, мне надо будет нагреть. Все, видите, еще раз давайте проверим. Останется у нас не ползатянем, ничего, все, что веряем. Останется у нас маска. Тем ключом мы отжали натяжник. Накинываем ремень. А сейчас фиксируем натяжник. Мы интервью, потому что, если не заберевание, когда на патрубок не убивается, вот это шланг. Так, стоп, еще чуть-чуть. За шляпку соседнего болта. И тогда плохо гибли. Ну, как рычаг. Да, и не держим. В принципе, затянем один, просто уже проверится. Вот, вот, вот. Выпускаем. Достаточно. Я думаю, что да. Еще раз. Будет вышить? Нет. Сначала выходим, берем друг друга. Ну, давай сначала патрубок наденем, да? Вот так. То есть он здесь крепится? Да, здесь, здесь вот прижимной креймштейн. А здесь просто вставлен. И еще вот здесь вот есть гаечка на шпильке, приваренной к кузову. Концо сопротивляется. Ну, еще и длинный. Патрубок. Мне кажется, уже от руки пойдем. От руки он пойдет. Так, Дима, давай подготовимся в буночку. Кто что делает? Буду подставлять. Нет, нам ее, Сереж, надо это, просто вверх поднять. Сейчас. Вот так. Я держу эту. Выведи. И без трубки. Трубочку держу. Ага. Конечно, не все фатогенично получается. Да. Ну, в общем-то, вот, Судыш. Угу. Там, Судыш, не будет. Видите, как ты красоты. Ну, все. Там давления, ответ, не будет. Хотя бы через бутик. Нет, это отбрал. Я пойду, Сереж, крутить, а ты смотри, что будет сливаться и за уровнем смотри, чтобы жидкости нет. По регламенту Volkswagen рекомендуется поддомкратить переднюю ось и делать это с поддомкратченными колесами. Ну, да, тяжело у вас-то. И все делается легко и просто. Но мы же легких путей не ищем. Не захотели поддомкратчивать передние колеса, поэтому качаем бицуху. Да, дадим. Коричневенькая. Два бочка уже ушло в жидкости. Дима, видишь, сразу цвет теряет, из зеленого сразу превращается. То есть, непонятно. Да, то есть, вряд ли мы поймем, что зеленое чистое побежит. Ну-таки, все. Все, давай фунт обратно. Вот я хочу сказать, что все-таки каприли, что нет здесь этого топливного фильтра, да? Еще бы он нам тут добавил. Угу. Стенечку. Стенку. Она со всеми танцами, она бы вышла где-то тысяч в двадцать. Да. То есть, не вижу смысла. Ну, не факт, что танцору повезло бы. Да. Потому что обычно танцору мешает же что-нибудь. Даже посмотрим, сделано. Ага. Для смещения. Для смещения. Клончик едет. Ага. Морщики, не очень. Как приятно. Вот эти. Вот эти. с пятним пальчиком Ни капли не выгнал, Вадим Ни одного пузырька Значит, мы удачно все сделали Контрольная проверка На уровне макс У нас ушло чуть меньше 2 литров жидкости Для гидроусилителя То есть, две таких канистры, да? Да, нужно покупать в любом случае 2 литровых канистры Все, будем считать, что результаты мы достигли